Мало кто может представить новогодний стол без салата оливье или селёдки под шубой. Но есть исконно русские рецепты. Как раз по одному из таких нам сегодня приготовили луковый пирог. Покажи, пожалуйста, поближе. Из начинки здесь куриная грудка и сливочная заливка. Ну что, будем пробовать? Вкус у пирога нежнейший. Хочется смаковать каждый кусочек. Секрет рецепта в обилии начинки. Но обо всём по порядку. Тесто песочное. Ему можно подготовить заранее. Сюда входит мука, сливочное масло, сметана, соль. Ну и всё. Вымешиваем, минут 20 подождём и потом раскатываем. Раскатывать тесто лучше в тонкий пласт. Когда основа готова, нужно переложить её в форму. Чтобы всё пропеклось равномерно, делаем пару проколов вилкой по всему периметру. Самое вкусное – напоследок. Выкладываем заранее обжаренный лук. Его на один пирог среднего размера уходит примерно 800 граммов. Изюминка рецепта – сливочная заливка. Мелко нарезанная куриная грудка, сливки и яйца. Финальный штрих – шапочка и сыра. И можно отправлять на огонь. На Руси хозяюшки обращались к дровяной печи. Ну, всё равно у нас в духовке так не прогревается, как в печке. Тут где-то градусов 200, и она везде от камня. Что, например, лежать на печке, косточки прогревать или, например, грелку положить. Конечно, тут сухое тепло оно такое, а в духовке немножко оно отличается, конечно. Отличается и время приготовления. В печи пирог подходит минут за 10-20, в духовке – 30-40. Проверить готовность можно деревянной палочкой. Если из сердцевины она выходит сухой, можно подавать к столу. Традиция подавать пироги на праздничный стол появилась ещё на Руси. Вечер накануне Нового года называли щедрым. Обильный ужин по древнему поверью как бы обеспечивал благополучие на весь предстоящий год и считался залогом богатства семьи. А бычи поддерживали и в советское время. На современных же столах всё реже встречаются исконно русские блюда. Однако есть те, кто не может устоять перед яствами с историей. Всегда было во веки веков, что наша пища русская, она насыщенная, она с жирком, потому что мы живём в холодных краях, у нас морозы, нам нужно больше энергии для того, чтобы согреться, для того, чтобы кровь играла. Поэтому у нас традиционные щи, борщи, каши, картофель томлённый. Вот поэтому. И всё же, чем очаровывать гостей, решает хозяйка праздника. Главное, чтобы каждое блюдо было приготовлено с теплотой и любовью. Тогда можно будет смело упоминать устойчивое выражение. Вкусно, что пальчики оближешь. Александра Никитина и Данил Сурков. Управда ТВ.